Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем работать над орфографией. Тема нашего вебинара остается тоже «Последовательность формирования орфографического действия в курсе русского языка для начальной школы». Вебинар буду проводить я, Тимченко Лариса Ивановна, автор учебников и учебно-методических пособий по русскому языку для начальной школы в системе развивающего обучения. Мы с вами, насколько я помню, в прошлый раз договаривались о том, что начнем нашу работу мы с вопросов. Но я просмотрела чат и, к сожалению, ни одного вопроса не увидела. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, по ходу вебинара формулируйте вопросы, если вам удобно, сразу их пишите в чате. Если нет, то тогда ближе к окончанию вебинара. Итак, будем начинать. Хорошие нам с вами работы. Думаю, что у нас все сегодня получится. И всем будет интересно, и всем получат удовольствие от этого вебинара. Напоминаю, чем мы занимались на прошлом вебинаре. Я говорила о том, что в основу программы по русскому языку в системе развивающего обучения положен фонематический принцип письма. Рассказывала о том, чем фонематический принцип письма отличается от морфологического. Говорила о том, что фонематический принцип письма лишь является объяснительным к морфологическому принципу письма. В чем же называется фонематический принцип письма? Он сформулировал в основном законе русского письма, что буквы обозначаются звук по усиленной позиции или фонема по усиленной позиции в той же значимой части слова. И вот этот фонематический принцип письма, основной закон русского письма является как бы стержнем программы по русскому языку для начальной школы. Понятия морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, они как бы нанизываются на этот стержень. Исходя из основного закона русского письма, формулируется правило проверки орфограмм слабых позиций в корне слова. Вы его прекрасно знаете, чтобы проверить орфограмму слабой позиции в корне слова, надо подобрать однокоренное слово так, чтобы на месте слабого звука появился сильный. Почему я говорю о корне слова? Потому что мы опять начинаем рассматривать последовательность, но уже с точки зрения учащегося. А почему мне нужно знать, как проверяется орфограмма слабой позиции в корне слова? Это задача учителя, который пришел сегодня на урок с такой темой? Или это моя собственная задача? Когда ребенок проверяет орфограмму слабых позиций путем изменения слов, это первый способ, которым он обладевает. Это естественная его задача, потому что понятие о сильной и слабой позиции формировалось именно на форме изменения. Вода – воды, столы – стол, зуб – зубы и так далее. И ребенок интуитивно приходит к тому, что, наверное, раз такой есть закон, так, наверное, так можно проверить. И я уже буду писать, не пропуская орфограмму слабых позиций. Но мы с вами говорили, как только ребенок научился проверять орфограмму слабых позиций путем изменения слов, он выходит за рамки этого способа. И в слове «осенний», допустим, в слове «осень» он проверяет словом «осенний». А когда сопоставляет с моделью, видит, что модель не подходит в одной и той же основе, проверяем. А «осень» и «осенний» – разные основы. В одном слове основа «осенний», а в другой «осенний» с двумя «н». Основы разные, значит, не этот способ. И возникает задача. У ребенка возникает задача. Не у учителя, который приходит на урок и говорит, «Ребята, а сегодня мы с вами познакомимся с другим способом проверки орфограмм слабых позиций». А здесь у ребенка возникает задача. Тот способ, которым он пользовался, успешно пользовался, в данном конкретном случае, не работает. И у ребенка возникает вопрос, а почему способ не работает? В чем дело? И что нужно? Раз, не работает, значит, нужно искать новый способ. Таким образом, ребенок приходит к необходимости определения, в какой же части слова находится орфограмма. То есть формирование понятия о корне слова и об однокоренных словах. Хотя наш сегодняшний вебинар и посвящен орфографии, все равно я буду останавливаться на тех вопросах, допустим, вопросах морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, которые впрямую не связаны с орфографией, но без которых решать орфографические задачи невозможно. В частности, понятия о корне слова. К сожалению, не во всех учебных пособиях формируются понятия о корне слова. Представления о корне слова – да, но само понятия, к сожалению, нет. Что такое корень слова? Общая часть основ родственных слов. Да? А родственные слова что такое? Слова, которые имеют один и тот же корень. Посмотрите, вы согласны, что во многих… Да, пишем точно так же. Да, нет, плюсы и минусы. Вы согласны в том, что в некоторых учебниках вот дается именно такое определение, и это определение является как бы замкнутым кругом. Общая часть родственных слов, а родственные слова, которые имеют эту часть. Развитие не вредит понятиям, что такое корень слова. Это понятие, да? Я понимаю, что это такое. Я понимаю, как это найти. Я понимаю, как с этим работать. Вот мы же формируем понятие о корне слова. И благодаря этому дети умеют в большинстве, в большинстве о своем мнении, не все, умеют определять корень слова и добирать, естественно, однокоренные слова для проверки орфограмм словах позиций. Да, корень слова – это общая часть родственных слов с тем же значением. Обязательно, когда мы говорим о каком-то лингвистическом понятии, обязательно надо учитывать и форму, и значение. Если что-то не учтено, значит, понятие разрушается. Для того, чтобы определить корень слова – обязательно. По какой бы программе вы ни работали, обязательно нужно данное слово объяснить с помощью слова с непроизводной основой, лучше с непроизводной основой, или от которого оно образовано, от которого оно непосредственно или опосредованно родилось. Ну, допустим, возьмем такие слова. Лесник. Кто такой лесник? Человек, который работает в лесу, ухаживает, следит за лесом. Лесник и лес – есть общая часть. Значение. Общее есть? Есть. Форма лес совпадает и там, и там совпадает. Значит, это однокоренные слова. И когда ребенок говорит эти слова однокоренные, или приводит прямой однокоренных слов, обязательно на первых этапах, обязательно докажи, что это однокоренные слова. Как ребенок должен доказывать? Вот только таким образом. Травянистый лук. Лук подкрыт травой. Травянистый и трава – однокоренные слова. Значения одной и той же части, и части совпадают. А зяблик и зяблик – однокоренные слова, как вы считаете? Да или нет? Вот здесь, коллеги, стоит вопрос о том, что такое однокоренные слова, и что такое бывшие родственники. Запомните, что в лингвистике существуют такие понятия, как синхрония и диахрония. Мы рассматриваем корень слова и все понятия на этапе начальной школы на синхронном уровне, то есть на современном уровне. И корень слова мы рассматриваем на современном уровне. Молодцы! Зяблит и зябнут не однокоренные слова. Почему? Потому что слово зяблик не объясняется, не мотивируется словом зябнуть. Тогда возникает вопрос, почему так зяблика назвали, а зяблика назвали так, потому что он прилетает, когда еще холодно, когда зябка на улице. То же самое со словами «стол» и «старица». Да, конечно, это слова с разными корнями, а когда-то они были родственниками, и это вы прекрасно знаете. Итак, способы проверки слабых позиций в корнях слов вот перед вами. «Слепой слепнуть», «слепой» пишутся буквы «трава», «травушка», «закрепить крепкие», «просьба», извините, здесь мягкость не поставлена, «просить», «просьба» это проверка с помощью однокоренных слов. И перед вами и модель, и примеры проверки орфограмм слабых позиций с помощью форм слова, или, как мы говорим, с помощью изменений одного и того же слова. Посмотрите, на модели это все четко обозначено, да, непроизводная основа, то есть основа равнокомна, сильная и слабая позиция, и первая модель обозначен только корень, основа нам в данном случае не нужна, потому что она может включать в себя другие значимые части, а может и не включать. Теперь пару слов о сильной и слабой позиции. Когда детям и даже учителям задаешь вопрос, а что такое сильная и слабая позиция, первое, что слышат. А, а что такое сильная и слабая позиция, задаю я вам вопрос. Сильная позиция, это когда? Жду ответа. О, я так и знала. Я только первый ответ увидела, да, и второй, и третий тоже такой. Вот когда ученикам и учителям задаешь вопрос, что такое сильная позиция и слабая позиция, первое, что слышишь, это когда под ударением, звук под ударением, это сильная позиция, бездовольнее слабая позиция. Тогда это как мы формируем обобщенное понятие. И понятие должно быть всегда обобщено. Значит, если оно относится к гласным, то также оно формулируется и для согласных. Но для согласных совершенно другая сильная и слабая позиция. Коллеги, ударение, наличие его или отсутствие, это признак сильной и слабой позиции для гласных. признак. Наличие соседа справа, определенного соседа справа, это признак сильной и слабой позиции для согласных. Но само понятие сильной и слабой позиции, это мечта иное. Сильная позиция, это та позиция звуков, независимо от того, слабую, гласную это, ой, гласная это или согласная, сильная позиция, это та позиция, в которой может работать любой звук. А вот в сильных позициях звук слышится четко. Коллеги, не надо никогда употреблять вот такой фразы. Дело в том, что любой звук слышится четко, если у нас нет дефектов речи или дефектов слуха. даже редуцированные они четко слышны. Поэтому сильная позиция это позиция, где любой звук может работать. И б и п звук. И з и с звук. Понимаете? А вот та позиция, в которой не все звуки могут работать, это и есть слабая позиция. А теперь давайте немножко еще разберемся. Это нужно, потому что мы говорим о слабых и сильных позициях, а сами не знаем, что это такое. Поэтому смотрите, О есть в сильной позиции, звук О, звук О в слабой позиции. Бывает в русском языке, литературном. Сколько бы вы ни старались слов привести, нет такого слова, где бы в русском слове. В современном русском языке был звук О, молоко, да, а не молоко, и так далее. Звук Э есть в слабой позиции? Нет, без удаления не бывает. Так вот, та позиция, где не любой звук, каких-то не бывает, это слабая позиция. Почему слабая? Да потому, что в этой позиции у звука нет сил, скажем так, различать слова. Он совпадает с другим звуком, конечно, нет силы. Точно так же согласны парни по звонкости глухости на конце слова. Только глухие. Перед глухими только глухие глухого зовет. Перед звонкими парни только звонкие. Вот это вот. Не все только глухие, только звонкие. Не все, значит, это слабая позиция. Пруд. Я скажу слово пруд. Вам понятно, что я сказала? И слышим мы хорошо пруд, а никакое другое слово. А не плед. Это по поводу того, что плохо слышно. А вы не можете сказать однозначно. Почему? Потому что согласны парной позвонкости глухости на конце слова. А там только глухие. И звук ды, пруды, теряет способность различать слова. Понятно, коллеги? Значит, сильная позиция, где любой звук, где все звуки, а слабая, это та, где некоторых звуков не бывает. Для гласных ой, ой, не бывает. Для согласных на конце слова звонких перед духами нет, звонких и так далее. А удаление, наличие удаления, наличие определенного соседа справа, это уже признак сильной и слабой позиции для гласных и согласных. Понятно, коллеги уважаемые? Идем дальше. Ну, естественно, из того способа, которым ребенок обладевает, понятно, что это его способ, потому что у него была такая задача, а не у Марии Ивановны. У него задача, с этой задачей он пришел, с этим он столкнулся на уроке, когда способ не работает тот, которым он обладел. И еще другой способ. И, естественно, последовательность действий его очень интересует. А как же? В какой последовательности мне проверять орфограмму? Как это нужно делать? Нужно делать? Да. А как? И тогда возникает потребность в определении последовательности действий при проверке орфограмм в плотное слово. Ну, вот, это последовательность. Хочу сразу отметить, и ниже я буду говорить об этом, что эту последовательность, этот алгоритм составляют дети. Составляют только тогда, когда с первыми словами происходит коллективная работа. Потом в группе составляется алгоритм, а затем проверка этого алгоритма в действии. Определив, в какой части слова находится орфограмма слабопозиции, если орфограмма в корне, проверочное слово среди однокоренных слов будь добр ищи. Впиши на месте пропуска букву по звуку в сильной позиции, а если орфограмма в другом части слова, пропускай пока ее. Да, а дальше, а дальше видно будет, а дальше, конечно, мы все вопросы связанные с проверкой орфограмм в любых значимых частях слова будем решать. Какие же ошибки встречаются на пути ученика? Ну, мы эти ошибки можем обнаружить даже когда они не зафиксированы, а на этапе составления алгоритма. Коллеги, вот здесь в сегодняшней презентации будут ошибки. Я вам буду говорить, где исправлять ошибки. Дело в том, что у меня не было возможности проверить презентацию. Извините, пожалуйста. Вот какие же типичные ошибки подбираются вместо однокоренных слов слова с амонимичными корнями или частями слов. И вот здесь неправильно, здесь правильно написано хвостун хвастать. Пример должен быть такой хвостун хвост или хвостун хвостатый. дождаться дождь. То есть в чем ошибка ученика? Что он не понимает? Он не понимает, что однокоренные слова это слова с той же частью и с тем же значением. То есть здесь он смотрит на форму, а содержание его как бы не интересует. О чем это говорит? О том, что этот ребенок, этому ребенку необходимо вернуться к формированию понятия о корне слова и выделения корня слова в словах. Подбор однокоренные слова, выделение корня в словах, потому что он этим не владеет. Обязательно нужно искать причину той или иной ошибки. Следующая ошибка. Подбираются однокоренные слова, в которых звук также находится в слабой позиции. Эту ошибку тоже можно объяснить. Чем она объясняется? Ребенок так долго бился над определением однокоренных слов. Сначала у него не получалось, потом наконец-то получилось, и главное для него стало подобрать правильно однокоренные слова. А вот то, что в сильные слова позиции, это отходит на задний пол. И отсюда вот такие вот ошибки. Что в этом случае надо делать? А в этом случае надо подбирать специальное упражнение, где дается список однокоренных слов, и нужно подобрать такие слова, которые будут проверочными для данных. Ну, допустим, возьмем тоже слово варить, да, варить, безударный гласный в корне слова заварить, а вот заваривать, варка, да, это уже слова с сильной позиции звука, буква по сильной позиции обозначается. Упражнение такое варить, и дальше группа однокоренных слов. Заварить, заваривать, варка, приварок, приварить, отварить и так далее. И среди этих слов можно давать и такие слова ловушки, которые помогут преодолеть первую ошибку. Допустим, слово товар. Да? Вот, и ребенок должен подобрать только те слова, с помощью которых можно проверить данную орфограмму. Еще одна ошибка, тоже типичная ошибка, это когда не учитывается граница применения способа. В слове земляника проверяется орфограмма словопозиция словом земля, почему земляника безударная, да, земля ударная, пишется ведь буква я в слове земляника. Что не учтено в этом случае? А не учтена та значимая часть, в которой находится данная орфограмма. что нужно запомнить ученику? Что проверяется в той же морфеме, в данном случае в том же корне, и проверяется по сильной позиции. И понятно, что учитель должен сначала работать на уровне отдельных слов. То есть это действие формируется последовательно. Слова, отдельные слова. Слово сочетание, которое включает слово с орфограммой, слова позиции, которые нужно проверить. И только потом утерянные слова включаются в предложение. Причем здесь важен еще вот какой момент. Дети проверочное слово фиксируют или подбирают его устно. Конечно, лучше, чтобы дети сначала фиксировали проверочное слово, записали слово с пропуском, после слова с пропуском записали, нашли сильную позицию, да, и дальше вместо пропуска, ну, вместо вернулись к слову с описанным с пропуском, и вставили пропущенную букву. Только тогда, когда дети научились писать отдельное предложение, можно переходить к написанию небольших диктантов. причем, вот здесь очень важный момент, одни учителя это принимают, другие отвергают, ну, это дело, конечно, учителя, но я в силу того, что много лет, очень много лет, чем за третьего года я считаю, что написание диктантов, свободное письмо, должно тоже пройти несколько этапов, допустим, вы сначала предлагаете детям написать диктуемое вами предложение или предложение я, да, с пропусками орфограмм слабых позиций, там, где ребенок не знает, какую букву писать, представляете, ведь это очень трудная для ребенка задача, для некоторых, ну, можно сказать, и непосиленная, сначала решать две задачи, как правило, дети в таком возрасте могут решать последовательные задачи, они аналейны, смотрите, он пропускает орфограмму слабых позиций, что он делает? Он ставит орфографическую задачу, и здесь же поставил орфографическую задачу, он должен ее решить, одновременно поставить и сразу же решить, для некоторых это очень и очень сложно, поэтому записал сначала с пропуском орфограмм слабых позиций. Прекрасно, диктанты небольшие сначала должны быть, ну, два, три, четыре максимум, а теперь, когда дети записали, когда дети во втором классе провели дужками, при записи дети должны обязательно диктовать себе по слогам, тогда вы избавитесь таких ошибок, как пропуски букв и замена букв. Каждый слог ребенок себе диктует. Кроме того, после записи он дужечками, карандашечком, карандашом еще раз показывает, он читает по слогам, но он показывает, выносит это действие, показывает, что он проверил, обозначая дужечками каждый слог. И тогда не будет ошибок на пропуске букв. После того, как ребенок проверил, вы даете время, а теперь вставьте пропущенные буквы. К этому времени на разных этапах нужно давать такие диктанты, и, допустим, первый этап, когда ребенок владеет только проверка изменением слова, на втором этапе и формы слова проверяет и однокоренными словами, на третьем этапе он уже знает правила, допустим, те же легогласные, на четвертом этапе он уже может пользоваться словарем. Но вообще пользование словарем это отдельный вопрос, и если у вас будет такое желание, то я могу провести отдельный вебинар по работе со так называемыми словарными словами, по работе со словами, где есть непроверяемая орфограмма. Но этот вопрос мы должны затронуть, поскольку мы будем решать орфографические задачи в приставках и суффиксах, а что касается суффиксов, большинство из них проверяется только, не проверяются, а на описание которых дети узнают только из словаря. Так что формирование орфографического действия входит и мы проверяем орфограммы в словарных словах, да? Поэтому детям нужно обязательно дать возможность воспользоваться словарями. Не должно быть такого, а сейчас ребята, я забираю у вас или отложите словарей в сторону, чтобы они вам не мешали, а я проверю, как вы запомнили эти слова. Корреги, один ребенок запоминает лучше, у другого худшая память, поэтому такие задания не стоит давать. А вот вы дали 10 минут или сколько, 7 минут для проверки, пусть воспользуется словарем, пусть проверит теми способами, которыми он уже овладел, и даже при словарных диктантах, когда вы диктуете диктанты, состоящие из слов с непроверяемыми орфограммами, предлагайте детям записать их в два столбика. Помню, как пишется слово, и не помню, как пишется слово. Не помню, ребенок пишет с пропусками орфограмм слабой позиции. А потом уже ищет в словаре все-таки, как это слово пишется, включает его в контекст, составляет предложение с таким словом. Посмотрите, один раз пропадется такое слово, ему второй раз, а с третьего раза он уже запомнит, потому что это его задача. Он поставил задачу. Я не помню, как пишется слово, но я обязательно проверю, я обязательно узнаю. Это моя задача, я посмотрел, и запомнил. Я посмотрел, но еще не запомнил. В следующий раз посмотрел, запомнил. Поэтому давайте возможность детям пользоваться орфографическими словариками. Маленький орфографический словарик, я не знаю, каким его пользуетесь, мне всегда нравился старый словарик Грушникова, орфографический словарик для начальной школы. Вот, этот словарик должен быть собственностью каждого ребенка. Ну, давайте перейдем от корней. Следующая задача, это проверка орфограмм слабых позиций в приставках и суффиксах. И вот здесь очень интересный момент. Здесь дети тоже ставят задачу, но она поставлена давным и давно. Помните, мы говорили с вами, нельзя выходить за рамки. А что за рамками? А еще какие-то части основы впереди, части основы за корнем, да еще и окончание есть, не только основа. Да, то есть задачи поставлены давно, но в суть решались и отрабатывали, решались задачи предыдущие, связанные с корнем слова, и отрабатывались умения проверять орфограмму в корне слов. Наконец-то научились, переходим к приставкам. И вот здесь очень важный момент. Да, это задача ребенка, но ребенок уже в группе, в паре, уже в состоянии составить план работы, ориентироваться на то, как они как дети искали сильные позиции для орфограмм в корнях. Да, отталкиваясь от основного закона русского письма и от основного правила русского письма, буквы, надо изменить, буквы обозначаются звук по его сильной позиции, закон звучит, в той же значимости части слова. Значит, что для этого нужно сделать? И дети в группах составляют самостоятельно план работы. Затем эти планы сравниваются, корректируются, но важно, что ребенок сам это делает. Что первое в корнях? Как проверяли орфограммы? Узнали, что это за часть. Да, и здесь что мы узнали? Узнали, что это за часть. Как найти эту часть? Какую роль она выполняет? И тогда мы можем сделать вывод, что такое одна и та же приставка или один и тот же суток. Да, как делали вывод, что такое один и тот же корень или нет. В той же значимой части слова. Таким образом, сначала дети определяют, что за значимые части перед и после корня приставки суффиксы и можно назвать приставки, суффиксы, префиксы приставки, разную формулировку. дать. Как это находить? Что значит одна и та же приставка и разная приставка? Форма и значение. Один и тот же суффиксы, разные суффиксы, форма и значение. Вот. И это очень важный момент. И детям должны об этом сказать вы. Если для написания, для проверки орфограмм слабых позиций в корнях слов, дети искали проверочное слово однокоренное, то здесь задача несколько иная. Задача показать, доказать, что и приставки подчиняются, правописание приставок, подчиняются основному закону русского письма. Понятно это? То есть дети не должны самостоятельно искать одноприставочное слово. Представляете, что это за работа? Мы с вами не найдем самостоятельно это. Ну, если найдем, конечно, найдем, но для этого понадобится время. Детям не нужно давать этого. Просто делается очень просто. дается группа слов одноприставочных и среди них нужно выбрать то слово, где звук находится, нужный звук находится в сильной позиции. Те слова, где в приставке есть сильная позиция данного звука. Ну, вот давайте посмотрим. И приставок не так и много, поэтому идите быстро запоминают их написание. Если вы возьмете статистику, то увидите, что ошибок, ну, начиная от, допустим, третьего класса и до конца школы, ошибок на написание приставок, суффиксов значительно меньше, чем ошибок, связанных с написанием корней. Ну, вот посмотрите, приставка «за». Примеры слов «заметка», «задумчивый». А вот доказательства «заморозки», «заработок». По сильной позиции пишутся, по сильной. В той же значимой части слова, в той же значимой части слова, возьмем другие приставки, «до», здесь собраны не все приставки, а только частотные, «до», «допозна», «догрузить», «досыта», «на», «наушники», «на стульные», «на тип». Представляете, сколько мы искали проверочные слова, а как бы дети искали эти проверочные слова? Простите. «Побережье», «поступ», «пробоина», «прописать», «прописи», «охватить» и «писать», «опись», «спилить», «збить», «срубить». Понятно, почему «спилить»? Слабая позиция. Глухой перед глухим, глухого зовет, а «збить»? «Звонки», «звонково зовет», слабая позиция, но звук уже не глухой, а звонки «з». Подбежать, подкопать, гласным проверяется подполн, и согласным проверяется подоконник перед гласным. Вот здесь решение орфографических задач не в приставках, а в суффиксах. Давайте закончим с приставками. Таким образом, выполняя упражнения на поиск проверочных слов, дети запоминают небольшое количество правописания приставок. Кто-то запоминает проверочные слова, но таких детей немного. Обычно запоминают приставки, и потом уже нет приставки «зон», допустим, да? Нет приставки «да», нет приставки «но», а вот приставка «поесть», «паводок», приставка «проесть», «пробабушка», «прадед», вот вам, пожалуйста, нет приставки «а», нет приставки «зе», в некоторых учебниках написано, что в русском языке нет приставки «зе», а есть приставка «эс», кроме слова «здание здоровья», «зги», напомните это? Ну, в словах «здание здоровья», «зги» это же вовсе не приставка, а часть «хорна». Вот, подбежать, пахнет приставки. Вот все-все очень с приставками, все очень и очень просто. Главное, чтобы вы поняли, не надо ни в коем случае детей искать, заставлять искать проверочное слово. Они сами должны найти проверочные слова и сделать вывод. Так поэтому и называются основным законом письма, потому что и приставки пишутся так. А давайте разберемся с суффиксами. Может и суффиксы будут так писаться. Давайте разберемся. Исправили, да? Когда получите это все, исправите. Суффиксы. Тоже берутся частотные суффиксы. Суффиксник присутствует в названиях предметов. Скворечник, чайник, проверочное слово, цветник и цветники, ну, на конце проверяются. Охотник, помощник, печник. А теперь к вам вопрос. Вот скажите, в слове скворечник, скворечник, правильно по-русски, чайник, и в слове охотник, помощник, ну, казалось бы, один и тот же суффикс, ник. почему все-таки я дала эти суффиксы в две строчки? Это один и тот же суффикс или разные суффиксы? Ну, поставьте, плюс или минус. Один и тот же плюс, минус, разные. Разные суффиксы. Конечно, молодцы! Конечно же, разные суффиксы. Почему? Форма совпадает, амонимая, да, а значение совпадает, здесь указание на предмет, а здесь указание на профессию человека. А вот здесь сейчас напутают суффиксы ик и ник. Почему путают? Ну, когда после, когда путают, когда после н стоит этот суффикс? Ну, допустим, лесник, в слове печник и лесник, казалось бы, два суффикса, которые указывают на профессию человека. Но лесник, слово, произошло от лесной, лесной работник, а печник, не печной работник. Это очень трудный вопрос, иногда сами ленинсты не могут решить его, поэтому существуют справочники. Существует такой школьный словообразовательный словарь под редакцией Тихонова, и вот здесь, когда вы будете решать орфографические задачи по отношению ко всем значимым без самосновок, вам очень понадобится этот словарь. Однокоренные слова или неоднокоренные слова? Однопрификсальные или нет? Односуффиксальные или нет? Такой же суффикс или другой суффикс? Да, лесник, лёдчик, чик, да, дальше по словарю, чик, чик, тель, это все суффиксы, которые проверяются по словарю, но уже не так много частотных суффиксов. И дети к этому времени уже научились работать с орфографическим словарем, поэтому и ошибок на суффиксы у них значительно меньше. Немножко больше ошибок встречаются вот корни, а дальше идут окончания. Причём окончания не всех частей речи, а окончания вы, конечно, скажете, ну, конечно же, больше всего ошибок в окончаниях глаголов. Ну, а до того, как дети подойдут к правописанию окончаний глаголов, сначала правописание о поддержных окончаниях имен существителей. хочется отметить вот что. Понятно, что окончания это уже грамматика. Это уже морфология и синтаксис. А вот благодаря тому, что возникла задача проверки орфограмм слабых позиций в окончании, мы вынуждены у детей формировать понятия о частях речи. Потому что, когда мы работали с основой, мы работали со словами названиями, предметов, действий, предметов, потому что основа является носителем лексического значения слов. Но, коль скоро мы работаем с окончанием, вынудены проверять орфограмму слабых позиций в окончаниях, здесь нам лексическое значение слова ничего не даст. Здесь мы обращаем внимание на грамматическое, на главу угла становится, не обращая внимание, плохо выразилось, становятся грамматические значения слов. А раз мы говорим о грамматических значениях слов, значит, мы говорим о частях речи. что слово обозначает. И вот здесь буквально несколько слов. Во многих учебниках, в статьях по поводу морфологии происходит такая путаница, обозначает и называет. Эти слова используются как синонимы. Называют, обозначают предмет, слово обозначает предмет в первом классе, буквально период. А речь идет о лексическом значении. Так вот в лингвистике слова называет и обозначает имеют разные значения. Слово называет, когда мы говорим называет, мы имеем в виду лексическое значение слова, слово обозначает, мы имеем в виду общее грамматическое значение слова. Когда мы говорим слово называет предмет. Предмет это книга, это телефон, это чашка, ложка, мышка и так далее. Но слово называет там человека, бабушка, дедушка. Слово называет явлением природы Снеград. Это называет. А вот слово обозначает предмет. Это значит, что слово имеет грамматическое значение рода постоянного, грамматическое значение числа и грамматическое значение падежа. Это значит, слова обозначают предмет. Это значит имя существительное. Это значит морфология. Понимаете, обозначает эта часть речи, называет это лексическое значение слова. Обозначает это совокупность всех частных грамматических значений, род, число падежных и так далее. Так вот, постановка задачи на правописание падежных окончаний с начала имен существительных. В основе научились детям проверять орфограммы слабых позиций, а в окончании им все пропускаем и пропускаем. А как же проверять в окончаниях? Чтобы по поводу корня выяснили, какую работу выполняют, приставка, суффикс, а здесь что нужно выяснить, то же самое. То есть здесь тоже дети составляют план работы, а план одинаковый везде. Прекрасно. Что нужно сделать? Выяснить работу окончания. Для чего нужно окончание? Для связи слов-предложения. Уже и синтакси затрагиваю. А это тоже грамматика. А связываться как слова? Слова связываются с разными словами в предложении. Да? С разными словами в предложении. Вот и предлагается посмотреть, как... А, нет, сначала детям предлагается... Прекрасно, надо найти проверочное слово, говорят они. Прекрасно. Вот вам, пожалуйста, пошла красная шапочка к бабушке. Это часто бывало у бабушки. Окончание какое? Бабушка бабушке. Две буквы спорят за место в слове. Безударные, гласные. Значит, окончание находится в сильной позиции. Может, основа проверяется по основному закону письма? Основа, основной закон письма. Окончание проверяется как-то по-другому? Все это фиксируется на модели. Посмотрите, окончание в слабой позиции проверяется по сильной позиции. Стоит знак вопроса. А кто его знает? Может, окончание работает? Хорошо, подберите проверочное слово. Подбираем с ударным окончанием. И дети подбирают с ударным окончанием. И учитель не ограничивает их. Пусть подбирают. И тогда выясняется, что дети подбирают слова, где и окончание «е» может быть, и окончание «и» может быть. Ну, теперь надо выяснить. Ну, не может же и в одном и том же слове, в одной и той же форме слова писаться «ту-е», «ты». Значит, надо выяснять, что общего есть в словах, которые обозначают предметы. И когда дети выясняют, что общего есть в словах, обозначающих предметы, они выясняют, с какими словами связываются слова, с разными словами связываются слова. И здесь, а это третий класс, не даются падежи, название падежей, а даются опорные слова. Есть река, нет реки, дам реке, вижу реку и так далее. А зачем падежи? Пока они не нужны, наша задача выяснить, с разными словами связывается. Река, посмотрели набор окончаний, земля, посмотрели набор окончаний, сна, такой же набор окончаний. И еще какое-то слово возьмем. Вода, такой же набор окончаний. Так что, есть слова, в которых один и тот же набор окончаний. Ну, давайте проверим. Бабушка, какое окончание? А. Река, какое окончание? А. Земля, какое окончание? А. Если звуками брать. Вода, какое окончание? А. Вот, и дальше учитель говорит, если вот в падеже есть и вводится термин именительный падеж. Имя слово дается, имя. Все, название других падежей не нужно. Если в именительном падеже совпадают, то во всех остальных падежах они тоже совпадают. Все. Значит, проверочное слово какое? Их может быть бесчисленное множество. Но что нужно учитывать? Что ударение должно падать на окончание. термин «склонение» мы сейчас не вводим. Термин «склонение» будет давать, он не нужен, будет задаваться тогда, когда мы будем рассматривать части речи, изучать части речи. Сейчас мы формируем понятие о частях речи для орфографии, для того, чтобы решать орфографические задачи в окончании. Без этого нельзя, мы не можем говорить в словах о названиях предметов, в окончании, там, подбираем какие-то слова. Название предметов – это не грамматическое значение, а лексическое значение. А лексическое значение – это дело основы, а не окончание. Тогда смотрим, какие еще наборы в окончании могут быть, пока мы называем это наборами. Ну, хотя, как хотите, можете назвать «склонениями», ничего страшного в этом не вижу. «Склоняется» к тому слову, да? «Склоняется» Да, и выясняется, что есть четыре набора. В первом наборе такое-то окончание, «а» в скобках «я». И относятся слова мужского и женского рода. Здесь формируется представление о роде существительных, выводится термин имя существительного слова. Но такие слова, среднего рода слова, рассматриваются как отдельный набор «пока». А потом уже на следующем этапе можно объединить, потому что все остальные окончания, кроме именисиного падежа, у них одинаковы. Но это уже на следующем этапе. Это мы делаем в четвертом классе, когда формируем понятие о частях речи и о частных грамматических значениях, а не только об общем грамматическом значении той или иной части речи. Таким образом, к бабушке. К реке или к степи? Конечно, к реке. У бабушки. У реки или у степи? И там, и там. И подумаешь, поставишь слово «у степи», все равно и на... Нет, почему? Да потому что бабушка – первый набор, женский род, окончание «река». Она моя, женский род, окончание «а». И здесь, посмотрите, если мы подбираем однокоренное слово и одноприставочное, одно сатексальное, то здесь, ну, можно так сказать, одно окончательное слово мы подбираем. Слово с тем же окончанием. И пусть вас и детей не пугает то, что... И не смешит, ну, иногда смешит, ну, конечно, что подставляется на слово, и смысл предложения меняется, предложение разрушается. Наша задача – чтобы совпадали окончания. Чтобы окончание было в сильной позиции. На месте слабого окончания было сильное окончание. Так, ой, 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 куда я ушла? Следующее. Да, а следующие имена прилагательные. Ну, с именами прилагательные вам понятно, что здесь все очень просто. Можно подставить любое имя, поскольку имя прилагательное имеет один набор. Согласны вы с одной или нет? А может, четыре? Женский, мужской, средний, рот, множественное число. Или один? Жду вашего ответа. Один. Молодцы. А вот это четыре пишет. Посмотрите. Конечно же, один. Дело в том, что существительное имеет постоянный род, а изменяется по числам и падежам, а прилагательное изменяется по родам, числам и падежам, поэтому имеет только один набор. Здесь все просто. Подбирай слово с ударным окончанием. Большой, крутой, голубой, кривой. Или вопросы, какой? Вставляй в контекст. И все. И здесь на помощь приходит алгоритм. Да? Вот дети сначала работают с именем существительным, проверяют окончание, создавляют алгоритм. Затем имя прилагательное, а дальше с помощью учителя они объединяют эти две таблички, два алгоритма в один. Что нужно сделать, чтобы проверить серфаграм? Определить, к какой части речи относятся. К имени существительному или к прилагательному? Если к существительному, тип склонения или набор окончания. Поставить выменительный падеж и выбрать слово. Здесь записаны опорные слова для каждого из наборов. Ребенок сам для себя может выбрать совершенно другие слова. Это будут его слова. Но не надо показать, что тут целый геер слов может быть. Да, это нужно. Но лучше, если ребенок выберет по одному слову, чтобы не путаться. Для прилагательных это или вопрос, или слово прилагательное с ударным окончанием. И подставить его в предложение. Записать ту букву, которая в ударном окончании. Но самое сложное, конечно, самое сложное. Продолжение следует... Самое сложное здесь для ребенка – это проверка орфограмм слабых позиций в безударных и личных окончаниях глаголов. Мы с вами говорили, что это ошибки на окончании, личные окончания глаголов. Они частотные. Они идут следующими за правописаниями. Правописание корней, словарные слова, а потом уже ошибки в личных окончаниях. Ну вот, допустим, дети сначала работают с предложением «Журчат, поют, весенние ручейки». Записали это предложение, выделили значимые части, доказали, почему пишется так или не так. «Весенние какие», «Ручейки», «Ручеи». Все хорошо. А «Журчат, поют», тут «Ча, Ча», «Орфограмма», «Ча» сильная позиция. «Поют, поют, пои», «Весенние весны» и так далее. Здесь нет проблем в окончании глаголов. И вот пословица «Глупые реку ругают, а умные хвалят». И что ребенок говорит? Проверить по сильной позиции. Один говорит, вот слово «Журчат» можно подставить. «Ругает», «Журчит», «Ругает», пишется «И». «Хвалит», «Журчит», «Хвалит». А другой – нет, ну а почему «И»? Он же поет, это же тоже сильная позиция. Да, тоже сильная позиция. «Ругает», «Поет», «Ругает», «Хвалит», «Опять-таки поет». Но «Хвалит», «И» пишется. И дети, которые много читают, у которых сформирована орфографическая зоркость, говорят, нет, «Хвалит», «И» не пишется. Это точно, я знаю, можно проверить в словаре. Находят даже в словаре это слово, а там уже дается форма. Вот, нет, по-другому, как-то по-другому. Тогда, тогда задача для детей. Ну, давайте разбираться. Давайте разбираться. Что нам поможет разобраться? Ну, наверное, поможет изменение глагола по лицам. Да? Формируется понятие лица. Как изменяются личные нестремления. Вводятся они, изучаясь, как бы изучался существительный. Вот, и дети смотрят, как изменяются в сильной позиции, и какие звуки в слабой позиции. И убеждаются, что только в третьем лице множественного числа окончания не совпадают. Ну, в звуковом их виде не совпадают. И что они говорят? Надо ориентироваться на третье лицо множественного числа. Если утьют первое спряжение, да, надо определить спряжение. Если отъят, то второе спряжение. На некоторые методисты говорили, зачем вот вы это делаете, когда сразу дали алгоритм, и пусть ребенок действует по алгоритму. Зачем вы его путаете? Мы не согласны с таким определением. Дело в том, что это... Задача у ребенка возникла. Анализ осуществляют дети, мы им только помогаем, мы показываем, что нужно сравнить. Сравнение они производят. Вывод они делают. Прекрасно. А что, нельзя определить спряжение глагола по третьему лицу множественного числа? Это запросто. Да, и дети определяют. До тех пор, пока не столкнутся с таким глаголом, где третье лицо, то есть непонятно. Ну, допустим, стелят или стелют. Какой еще? Ну, не важно. Непонятно, какое там окончание. Ад или ут. Значит, этот способ не является универсальным, и это ребенок сам говорит. Не является универсальным. Где-то я могу проверить. Ну, если это звучит, ут, ю, ад. Нормально. Проблем нет. Значит, возникает потребность у кого? Не у Ларисы Ивановны. А у ребенка возникает потребность искать другой способ. Универсальный способ. И, конечно, учитель идет ему навстречу. Учебник ему идет навстречу. Ему дается на список глаголов. И предлагается этот список Да, маркированный список глаголов. Ну, допустим, глагол в инфинитиве и в скобочках к какому споряжению относятся. Вот. Глагол в инфинитиве и список и в скобочках к какому споряжению относятся. Детям предлагается проанализировать в каком-то классе, в более сильном классе. Дети сами дифференцируют эти глаголы. Делят их на две группы. На первой группе глаголы, которые ко второму споряжению, к первому споряжению, во вторую группу, которая ко второму споряжению относится. Делят. В другом классе надо им помочь. Им просто дать задание. Ребята, а теперь вот перед вами глаголы. Много глаголов. А теперь давайте выпишите в два столбика глаголы. В первый столбик глагол первого споряжения в скобочках указано. И во второй столбик глагол второго споряжения в скобочках указано. Дети выписывают. Ну, а теперь, пожалуйста, сделайте вывод. Я не видел. Я не видел. Что? Во втором столбике все глаголы на ить. А в первом столбике и наать, и наеть. Вот. То есть не наить. Таким образом возникает новая, уже вторая схема. Кстати, любую схему ребенок должен уметь прочесть. Любую схему они должны прочесть, и эту тоже. Кто должен давать образец? Конечно, учитель. Вот. Хорошо. Пользуясь этой схемой, прекрасно, все хорошо. До тех пор, пока не сталкиваются, спасибо, Ирина Климченко и многие другие, пока не сталкиваются с глаголами и исключениями. Столкнулись с глаголами и исключениями, что под скребу не получается. значит возникает новая задача. Задача в конструировании новой схемы. Когда они получаются? Что это за глаголы и исключения? Таким образом новая схема, в которой включены глаголы исключения. В параллельном учебнике, в учебнике Владимира Владимировича Репкина и его соавторов, ну, по крайней мере, это раньше, я не знаю, сейчас не видела учебника, в этой теме были старые учебники, там давался другой алгоритм определения споряжения глаголов с опорой на усекаемую и неусекаемую основу глагола. Там исключений несколько всего-навсего, но сам алгоритм он длиннее. Ну, и он задается детям, вот задается в готовом виде. Мы решили идти от ребенка. Мы решили, что ребенок сам должен составлять, ну, сам имеется в виду, конечно, с помощью учителя самостоятельно, в группе должен составлять алгоритмы. и он должен убеждаться, что ни один алгоритм, убедиться, что ни один алгоритм не является универсальным. Не является универсальным, потому что здесь исключения есть. Ну, эти исключения легко запомнить. Коллеги, я сейчас прочитаю в чате. Наталья Прокутина. Я бы согласилась, что слово «проверка» по отношению к окончаниям существительное все-таки условно. Надо заключать договор с детьми о том, что мы будем называть этот момент обращения к аналогу «проверкой». А почему не проверка? По сильной позиции в той же значимой части слова. Не знаю. Я считаю этой проверкой. «Положу в этом году». Редактор субтитров «проверка» «проверка». Продолжение следует... 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 В школе будут рассматриваться различные подходы к одному и тому же явлению. В науке существуют различные подходы, различные точки зрения. Дети по-другому будут относиться к точке зрения другого человека, который не совпадает с его собственной точкой зрения. Это очень важно. И когда нам задают вопрос, вот вы в своих учебниках, в своих программах имя числительное не относите порядковые числительные, как это в традиционной программе. Простите, в традиционной программе мало ли что сделано после Ломоносова и Тридиаковского. Если мы говорим части речи, это грамматические классы слов. Что такое грамматические классы слов с одинаковыми грамматическими значениями? То возьмите числительное пять и так называемое порядковое числительное, как это называется в средней школе, пятый. Грамматические значения одни и те же или нет? Слово пятый изменяется так, как красный. Есть красный, есть пятый. Нет красного, нет пятого. Дам красному, дам пятому. А если он изменяется точно так же, значит грамматические значения у них одни и те же. Одни и те же. Да, значит это прилагательное, прилагательное. Только это прилагательное, другое, по лексическому значению. Оно указывает на порядок предметов при счете. А как же наши дети будут учиться в средней школе? А мы им в четвертом классе рассказываем, что существует и другая точка зрения. Где это? Вот существуют две точки зрения, говорим мы детям. Одни считают, ученые считают, что и в одних школьных учебниках записано, что это порядковые прилагательные. В других школьных учебниках записано, что это порядковые числительные. Чью бы точку зрения приняли вы. Да и обоснуйте точку зрения каждого. Вот это очень важно. Не важно, как они будут называть. Но очень важно, что различные точки зрения. И каждая точка зрения имеет при себе, имеет основания какие-то. Вот поэтому с учителями, вообще учителя среднего звена почему-то пренебрегают, допустим, посещение уроков в начальной школе. Это ж такое удовольствие. Не знаю, посмотреть, чем... Как дети говорят, что у них сформировано, чего не сформировано. Ведь у них тоже большой опыт работы учителей среднего звена. И я так думаю, считаю, что учителя начальной школы и среднего звена должны работать в одной связке. Ведь учителя среднего звена берут этих детей. Они должны знать их особенности. Они должны знать, что изучают в начальной школе. А это у вас учение не так, по-другому мы можем сейчас учиться совсем по-иному. Не так. Это не годится. Возвращаемся. Сейчас я еще прочту. Молодцы, что реагируете. Хорошо, возвращаемся к глаголам. Посмотрите, вот вам все исключения. И теперь, каким алгоритм вам будет пользоваться ребенок? Он запомнит эти слова, но, наверное, запомнит. А не запомнит, вот этим алгоритмом он будет пользоваться. Причем все время будет смотреть в алгоритм. Алгоритмы составляются не для того, чтобы показать столько, в какой последовательности работать. Не для того, чтобы работать с этой схемой. Эти схемы, я уже вам говорил, еще раз повторю. Вот в арбумчике для фотографии. Вставляются вот такие схемы. И вот работа, допустим, дети пишут словарный диктант. Учителя интересуют, насколько дети владеют алгоритмом проверки орфограмм слабых позиций в окончании глагола. Да, сразу начинается урок. Ребята, вот сейчас запишем такой диктант. Какая схема вам понадобится для работы? То есть схема составляется не для того, чтобы было в наличии, а для работы. Достаньте, пожалуйста, свои справочники. Откройте эту схему, она будет вашим помощником. И, конечно же, ребенок сначала работает со схемой. Один раз посмотрит на изучение, второй, третий, он их запомнит. Мне Владимир Владимирович Репкин, это мой учитель, он говорил, я все время возражала против посекаемой неискакаемой основы, он говорил, дети не запомнят такое количество слов. Ну, я же запомнил, а другие запомнят. У любого родителя спросите, и он помнит эти слова. И дети запомнят, когда будут работать непосредственно с этими словами. Да, и на первых этапах, вот что хорошо, я забыла даже, что я говорила. На первых этапах очень хорошо дать вот такую табличку. И с отдельными словами работать по табличке. Вот сначала записывают глагол с пропуском орфограмм слабых позиций. Дальше вставят в неопределенную форму, на что заканчивается. Вот прописывать просто каждый шаг, номер, спряжение и буква. Да, вот когда ребенок на первых этапах будет работать с вот этой табличкой, ну, это развернутый алгоритм, горизонтально. Да, тогда он запомнит, в какой последовательности нужно делать. Вот это действие уже будет доведено до автоматизма. Организация учебного сотрудничества. Ну, мы с вами много говорили об учебном сотрудничестве по поводу нашего вебинара. Групповая работа на этапе постановки задачи. Способ поиска решения задачи, да. На этапе проверки орфограмм в корнях, в приставках, в суффиксах, в окончании. Я это попыталась демонстрировать. Алгоритм решения орфографической задачи, составление справочных таблиц, это тоже происходит в группе. Тоже групповая работа. Составление словарных диктантов. Это очень хороший вид работы. Диктанты дети составляют для своих одноклассников диктанты, учитывая те типичные ошибки, которые они делают в различных видах диктантов. Ну вот, допустим, уже писали диктант. И соседи по партии обмениваются, смотрят, у кого какие частотные ошибки, и на основании этих ошибок составляют для другого диктанта. И вот еще очень важно, я об этом не говорила. Парный контроль последовательности действий при решении орфографических задач. Вот когда составлен алгоритм, вот тогда идет парный контроль. Для чего это нужно? Для того, чтобы ребенок каждый запомнил последовательность действий. Один, соседи по партии, один контролер, второй исполнитель. У контролера, вот допустим, алгоритм состоит из четырех пунктов. У одного на бумажечке, полосочка бумаги такая, написано один, два, три, четыре. Перед ним лежит алгоритм, справочник. И учитель диктует слова, или этот же контролер может продиктовать слово. И исполнитель должен, проговаривая каждый пункт алгоритма, выполнять его. Контролер пишет, первый выполнил, второй плюс, выполнил, а третий не выполнил. Там или четвертый не выполнил, стоит минус. Потом после нескольких записей, нескольких числов, обсуждаются результаты. И дети меняются ролями. Те, кто был исполнителем, он становится контролером. Исполнитель контролером, контролер исполнителем. Так, и все, наверное, мы на сегодня. А, нет, еще типология упражнений, направленных на поэтапное формирование орфографического действия. Вот это упражнение, орфографический анализ текста. Это очень важное упражнение. Поэтому практикуйте его постоянно. Давайте предложение, это хорошо, с этого начинать урок. Давайте предложение, и урок никогда не начинайте с воспоминаниями о прошлом. Дети, что мы с вами изучали? Давайте-ка вспомним, что мы с вами изучали на предыдущем уроке. Не надо этого. Детей нужно включить в работу, так, чтобы эта работа могла вспомнить, чем занимались на прошлый год. Орфографический анализ текста. На любом этапе урока, в начале урока хорошо сделать, чтобы включить детей в работу. На любом этапе урока берите предложение, любое из текста, с которым вы работаете, по учебнику. Ну, а теперь подчеркните орфограмму, или сколько орфограмм, если у вас орфографический анализ текста, сколько орфограмм вы подчеркнете в пятом предложении. Сколько у тебя подчеркнуто, сколько у тебя подчеркнуто, сколько у тебя подчеркнуто, разное количество орфограмм. Если бы я провела такое задание, а мы проводили такое задание, и вы знаете, что вы подчеркивали тоже разное количество орфограмм. Для того, чтобы разобраться, сначала в пары, да, затем, если в парах одно и то же количество орфограмм, все, на этом остановились. Выясняется, почему не все орфограммы были подчеркнуты или больше, чем положено подчеркнуты. Если в парах разное количество орфограмм, возникает потребность, потребность у детей, а не у учителя, организоваться в группы и посмотреть, сколько орфограмм. Во-первых, это упражнение формирует орфографическую зоркость. Во-вторых, это упражнение способствует формированию такого упражнения, как списывание, направленное на формирование орфографического навыка. Кстати, о списывании нужно тоже проводить отдельный вебинар. Некоторые учителя, многие учителя, некоторые, а многие учителя, не любят это упражнение, игнорируют его, не понимая, насколько огромное влияние оно оказывает на формирование орфографического навыка. Вот списывание отдельных предложений текста, словарные диктанты, мы говорили, да, текстовые диктанты, обучающие, тренировочные, выборочные, объяснительные. И текстовый диктант с предварительным орфографическим анализом текста. Вот этот диктант мне очень нравится, я его очень люблю. Вот почему? Потому что ребенок, читая текст, находит все орфограммы, читая текст орфографически, включаются все зрительные анализаторы, физические анализаторы, слуховые анализаторы. Вот, а затем уже закрывает текст, пишет диктант, ну, под диктовку учителя, естественно. После этого опять сверяет, проверяет, подчеркнутый орфограмм с теми орфограммами, которые он подчеркнул в своей записи. Очень хорошее упражнение, и не нужно пытаться, вот, допустим, в учебнике дан текст, написано, спеши текст, или подготовься записать текст под диктовку. Не нужно пытаться дать весь текст для записи. Ну, дайте, два, три, четыре предложения. Сколько времени есть на уроке? Лучше разнообразить виды работы. Вот, дальше это не все. Самодиктант, это письмо по памяти. Ну, это четверостише, это двостише, комментированное мое письмо. Понятно, что это такое, да? Почему пишется та или иная буква, то есть устно ребенок приводит, проверочные слова. Фонетико-орфографический разбор. Коллеги, вот, ну, опять-таки, я говорю о многих учебниках, о многих учителях, которые, ну, требуется же программа, программа разбор. Да, требуется. И предлагается разобрать слово, допустим, запишите слово, там, «зимовать». И дети пишут слово «зимовать», а теперь определите, из каких звуков, слогов, какой слог удар. Записывать слово букву при фонетическом разборе нельзя. А какой смысл тогда в фонетическом разборе? Никакого смысла нет. Ведь для чего мы делаем? Мы же для чего-то разбираем или для того, чтобы получить отметку? Нет, для чего-то разбираем. Для чего? Для того, чтобы выявить, какие буквы нужно писать и почему в этом данном слове. Для этого нужно определить, из каких звуков состоит. Какие звуки в сины, какие в слова, в позиции. Определить ударение. То есть идти от звука буквы. Позиция. Выделение орфограмм. Объяснение способа решения задачи. Был фонетико-орфографический разбор, в чем он состоит. Поэтому слово дается на слух, или слово дается записанное знаками фонетической транскрипции. А дальше ребенок будет в виде квадратиков и кружочков указывать гласные и согласные, согласные и мягкие, твердые, звонкие, глухие, гласные, ударные и безударные. Запись предложения по диктовку с выделением объяснения орфограмм на основе позиционной оценки звука в каждом слове. И корректура текста. Корректура текста – любимое занятие учеников. Очень они любят. Хотя многие методисты выступают против этого упражнения. Называется оно хорошо. Кокография. Да? Вот они увидят неправильно написанное слово и запомнят его. Ничего подобного. Психологи доказали, что корректура текста является мощным упражнением для формирования орфографического навыка. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Всего доброго. До следующего вебинара. До следующего вебинара. Вот коллеги здесь, вот Надежда Сидоренко. Спасибо. Вы правы. Правы вы. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо, коллеги, за хорошие слова. Будем работать дальше. Здесь Вера Пашненко. Каким словом можно заменить слово? Орфографа в первом классе. Ошибка. Опасное место. Ну, по крайней мере, в своем букваре я так даю. Опасное место для письма. Ошибка. Ошибка.